Дорогие друзья, в этом видео я хочу представить свою старую новую книгу, которая получила название «Способы думать. Историю, общество, дискурс и концепт». Она издавалась лишь однажды, очень небольшим тиражом. Есть книги, которые у меня такие прям бестселлеры, психотерапевтические книги. Есть книги, которые посвящены мышлению, мозгу из серии «Академии смысла». Они пользуются таким большим спросом, который мне очень приятен. И, собственно говоря, я их писал для того, чтобы максимальное количество людей могли познакомиться с актуальными для каждого из нас вопросами в доступной и понятной форме. Но есть книги, которые я пишу в таком где-то монографическом ключе, как системная поведенческая психотерапия или мышление системное исследование. Есть книги, которые имеют такой больше философский образ, внутреннюю структуру. К ним относится, прежде всего, складка времени, с которой, я надеюсь, вы уже имели возможность познакомиться. Психософический трактат. «Способы думать» — это книга такого тоже философской направленности. И рассказывает она о нас с вами, переживших огромную трансформацию. Все наше общество, когда мы трансформировались из Советского Союза, потом в 90-е, потом в 2000-е. Сама книга была написана в начале десятых годов. И я показываю, что в этот момент с нами происходило, но не в таком историческом перспективе, а те осколки, собираю их, на которые мы раскололись, для того, чтобы представить картину, общий образ того, что мы собой представляем как общество, как люди, которые после перестройки, развала Советского Союза, по сути дела, лишились родины и лишились какой-то общей рамки идеологической. Идеологии — это просто способ организации людей. Вы можете их разделять или не разделять, но в любом случае, когда информационное пространство, пространство межличественных взаимодействий, оно прошито какой-то идеологией, неважно, христианской, советско-коммунистической или развитого капитализма и так далее, это упрощает наше понимание мира, наше самоощущение, мы легче находим роль свою в этом мире, мы понимаем, как нам взаимодействовать с другими людьми. И, к сожалению, мы были лишены этой организующей нас рамки. Были попытки всякие разные создавать новые течения, новые какие-то идеологии, новые какие-то культурные инициативы и так далее, начиная от каких-нибудь сект, которые были чрезвычайно распространены в 90-х годах, заканчивая какими-то такими молодежными движениями, которые стали появляться на рубеже 7-8 года уже, ну, в этого тысячелетия. То есть разные попытки сборки. И когда мы думаем про это, есть разный способ дискуссии. Есть способ дискуссии, при котором, значит, вот есть некий агент, несущий некую идею, и он ее отстаивает. Вот мы должны быть либеральным обществом с такими-то, такими-то характеристиками. Есть там, а напротив него сразу тут же возникает такой ретроград, который говорит, нет, должно быть все по-старому, при мне будет все как при бабке и так далее. И эти стороны друг друга совсем не слышат. И, значит, вообще конец, вторая половина 20-го века, она знаменовалась же триумфальным шествием постмодерна, который разрушал все прежние идеологии, все прежние нарративы, то, как мы понимали мир, как мы к нему относились и так далее, информационная волна, затем цифровая волна. В общем, смыли остатки, так сказать, этого разрушенного брега. Но я в этой книге попытался использовать вот такой постмодернистский подход для того, чтобы показать, что если мы не спорим друг с другом, то мы можем собрать фрагменты вот этого сложного идеологического поля в рамках одного такого условно нового текста, мифа, который способен нас вдохновить, который способен нас организовать, который способен дать нам некий инструмент для эффективного роста социума, его различных институтов, развития экономики, политики и так далее. К сожалению, когда я написал этот текст, я в нем так деликатно предсказывал кое-какие развития событий, и, с сожалению, должен для себя отметить, что они стали реализовываться в худшем из представленных сценариев. И этот разрыв такого фундаментального договора между человеком и обществом, государством, который происходил у нас в 90-е, потом в нулевые и в начале десятых, каким он последствиям может привести. Поэтому после того, как я рассказываю, как может быть, вы дальше во второй части, я сейчас часть точно вам не скажу, но уже к концу книги, вы увидите такую историю разговора обычного человека, у которого нет никаких надежд на государство и вообще никакого желания с ним взаимодействовать, с такими вымышленными персонажами, одного из которых зовут Сократом, который ведет с ним сократический диалог и показывает, что, конечно, мы можем сколько угодно отбояриваться от истории, от общества, от идеологии, от государства, но в конечном счете все вот эти вот наши внутренние сопротивления приведут к тому, что мы же сами и пострадаем. Вот такая у меня получилась книга в начале нулевых. Мне она дорога по-своему, но я, честно говоря, не собирался ее переиздавать, и в предисловии к новому изданию, ко второму, я написал, никогда не думал, что решусь переиздавать эту книгу. Но, глядя на все, что происходит, я думаю, ей самое-самое время. Надеюсь, она вам покажется интересной. Поделитесь в комментариях своими впечатлениями, когда прочтете. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok